Новые ограничения по коронавирусу будут, но только при определенных условиях, сообщили в Минздраве. Волнует казахстанцев и обезьяне ОСПА. Есть ли от нее вакцины и как быть в случае заражения? На все вопросы ответили вице-министр здравоохранения. Ожидает ли нас новые ограничения – это главный вопрос к санврачам. В связи с тем, что в мире новая волна коронавируса и новый заразный штамм, если будут перегрузы системы здравоохранения, то они грядут. Однако сейчас все ограничения по миру на границах отменены. Любые ограничения будут вводиться только в том случае, если мы будем видеть перегруз системы здравоохранения. И, конечно, все ограничения, которые вводятся на границе, они в первую очередь вводятся для того, чтобы, повторюсь еще раз, не допустить завоза каких-то новых штаммов. И в первую очередь тех штаммов, которые характеризуются, вызывают более тяжелое течение и высокую летальность. Новый штамм имеет более легкое течение, и 90% пациентов лечатся на дому. К слову, ни одна вакцина не защищает на 100%, а ее эффективность колеблется от 50% до 93%. Главная защита от тяжелого лечения и летальности. Вот 10% условного населения, даже вакцинирование и вакцинирование, они все разоболеют. Длительность сохранения иммунитета сегодня по тем же исследованиям, которые есть, она варьирует от 6 месяцев до 9 месяцев. А вот грозит ли нам обезьянь оспа, спросили у врачей, есть ли вакцина от нее, и вот что нам ответили. Не нужно вакцинироваться всему населению, потому что в первую очередь передача инфекции идет при очень тесном физическом контакте. И, соответственно, быстро в обществе не распространяется. То есть это уязвимая группа населения, так скажем. И, соответственно, можно вакцинировать тех, кто находится в близком контакте, а в основном это домашние контакты с больными обезьянь оспой, и медицинские работники, которые оказывают медицинскую помощь больным с обезьянь оспой. Почти в два раза выросла заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю, а привиты от него более 56% населения республики.